Федеральный центр единоборств Югспорт не первый раз принимает сильнейших фехтовальщиков России. Напомню, в Рио-де-Жанейро два с половиной года назад сборная России по фехтованию завоевала четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Но в перспективе Японии летняя олимпиада 2020 года и здесь борьба за выход в сборную предстоит очень серьезная. Ну, год уже как середина сезона, уже сложно сказать это начало сезона. Ну, да, сейчас начался уже отбор и будем стараться. Мы со сборов считаете на чемпионат России, а потом в Сеулу летаем на гран-при. То есть у нас все по минутам расписано, весь календарь. Предолимпийский год самый напряженный. Сами себе спортсмены никаких поблажек не делают. Лучше первым нанести укол и лидировать на дорожках, не давая сопернику никаких шансов. Сегодня соревновались с утра мужчины-саблисты. В это же время разминались и готовились к поединкам женщины-раперистки. Чемпионат России по фехтованию – самый важный национальный старт сезона. По его итогам будет понятно, кто попадет на чемпионат мира в Будапешт в июле. Чем интересен этот год, то что чемпионат мира, а также как чемпионат Европы, который попадет в июде в Ницудорфе, являются наиболее важными с точки зрения отбора на Олимпийские игры. Отбор у нас происходит таким образом. В течение года спортсмены набирают очки на этап Кубка мира, чемпионате Европы, чемпионате мира. Все это потом складывается и выясняется, кто же попал на Олимпиаду. На Олимпиаде участвуют 8 команд всего лишь. Более 60 лет российские фехтовальщики являются лидерами в этом виде спорта. Активно молодежь, только что команда кадетов и юниоров, вернулась из Польши, где проходили международные соревнования. Там сборная России стала лучшей в командном зачете. Команда основывается на фехтовальщиках, которые давно фехтуют. Такие, как Ибрагимов и Решетников, у которых много опыта участия в соревнованиях. Но есть и молодые ребята, как Дима Даниленко и Константин Лоханов, которые очень сильные и работают хорошо. Я ими доволен. Чемпионат России по фехтованию в Сочи продлится до 21 апреля. Кстати, вход для зрителей свободный. Через две недели первые соревнования отборочного периода они пройдут в Сеуле. Перед полетом у фехтовальщиков останется только два дня на отдых. Елена Овсецина, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ.